Первый и самый главный на сегодняшний день вопрос – водоснабжение курорта. Какие меры принимает Анапский водоканал, чтобы решить проблемы нехватки воды, доложил руководитель предприятия Ярослав Царевский. Введен в работу новый объект в хуторе Воскресенском. Дополнительный объем воды город получает от частного водовода. Параллельно с этим водоканал всерьез взялся за нелегалов, тех, кто занимается хищением или в разы превышает допустимые лимиты. Есть такие абоненты, которые потребляют воду в 3-4 раза больше установленных своих лимитов. К сожалению, это бичи огромнейшие по Витязево, по Пионерскому проспекту. Также Пионерский проспект отличается у нас тем, что осуществляет полюсовые зеленые насаждения. С этим мы тоже боремся. На сегодняшний день нами введены ограничения аквапарков, также составлен фотоматериал, составлены акты, и это все имеется. Полное ограничение лимитов, установленных в технических условиях. Они больше лимитов потребляют? Однозначно, потребляли больше, мы их ограничиваем. Я об этом 10 дней говорил, ограничили только вчера. Работу по выявлению и пресечению фактов нелегального потребления воды надо продолжать, подчеркнул глава Анапы. Еще одно поручение для Царевского – разработать и внедрить инвестиционную программу. Технические условия должны выдаваться по утвержденному советам депутатов тарифу, а вырученные средства – направляться на развитие сетей. Отсутствие инвест-программы позволяло бывшему руководству предприятия банковать тех условиями. Пока вы не выведете поступление денежных средств до разработки инвест-программы принятия советом тарифа на техподключение, пока вы не выведете на отдельный счет средств, вы ничего не увидите. У вас они все разбываются. Я вашему предшественнику полтора года назад об этом сказал. Выведите их на отдельный счет. Хорошо, сделался мне. И вы увидите, будете владеть ситуацией, какие же у вас средства есть. А так оно все вместе, очень удобно, понимаете? Потом проревизировать очень тяжело. Вы же пришли, насколько я понимаю, по белому. Конечно, односладно. Надеюсь. С проблемой водоснабжения курорта связан и вопрос работы диспетчерских служб коммунальных предприятий. От анапчан поступает очень много жалоб. Невозможно дозвониться по оперативным телефонам. Все дозвонятся внутри. Никто что полчаса не сидит, не накручивает внутри. Потому что стоит современное оборудование, стоит на окональный телефон. Ставки, в своих диспетчерских службах. Чтобы каждый человек имел возможность дозвониться и получить обратную информацию. Анализ существующих рисков возникновения чрезвычайных ситуаций участникам КЧС представил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков. С основанием многолетних наблюдений наибольшее количество происшествий и влаги, попадающих под критерии чрезвычайных ситуаций, происходит именно в августе месяце. От августа можно ожидать засуху, шторма, паводки и сильные донные течения. Проведена предварительная оценка всех объектов систем жизнеобеспечения. Их представители отчитались о проделанной работе. Всем службам необходимо помнить, что приближается самый непростой месяц сезона. И провести его на достойном уровне – сегодня задача номер один.